В прошлом году выставка работала в Ярково, и четверо ее участников стали жителями района. Новые родители выбрали их сразу. Из трех человек семья выросла до семи. Сегодня у Абдразаковых детей уже семеро. И только один свой продолжит Лариса Соловьева. Очень красивые наши ребятишки все. Все, каждый по-своему особенный. Эти портреты семье подарили на памяти проекте, который помог детям обрести новый дом. Абдразак и во втором ребенке мечтали давно. Даже встали в очередь на усыновление. А тут галерея детства. На этой четверке внимания особо не акцентировали. Две сестры и два брата разлучать нельзя. Да и дети взрослые. Но именно о них стала сразу думать семья. Я скачала все фотографии, всю информацию, которая о них там написана. Муж приходит, я говорю, вот наши дети. Показывай, мы в компьютере. Ну, младший, говорю, вообще на тебя похож сильно. Сразу поехали знакомиться. Старшей Машей уже 16, она вела переговоры с будущими родителями. Ехать в новый дом опасались. Всякие разговоры ходят. И то, что там из-за денег берут детей. И то, что они там, что, как сказать, что им там плохо будет. Вы нас сможете вернуть обратно, если что? Да, конечно, говорю. Приехали в гости и назад в детский дом уже не вернулись. Тут жили-то втроем, тут уже целая семья. Я сам с многодетной семьей. У нас вот я девятый в семье был. А спустя полгода в семье появились еще братья и сестренка. Один, два, три, четыре. Любаша самая маленькая. Ей вот-вот исполнится три года. Поэтому все внимание мамы приковано к ней. Ребенок неугомонный, на месте не сидит. Родная дочь Катя такому пополнению в семье даже рада. А к тому, что родителей теперь приходится делить на семерых, относятся философски. Нет, не ревно я. Ну, им сейчас нужнее мамы, чем мне пока что. Так, ну что, сначала мы с вами понесли, лента накрываем. Лариса Абдразакова в деревне личность известная. Она здесь единственный парикмахер. Передает знания теперь своим девочкам. Маше скоро поступать. И хотя мечтает она стать поваром, лишним эти знания не будут, уверена мама. Пока в семье семеро детей. В планах достраивать второй этаж. И когда жилплощадь увеличится, то и детских пар обуви в доме может стать больше. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время.